Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 19 и 20 мая Дальневосточный государственный институт искусств приглашает всех желающих на юбилейные вечера профессора Александра Капитана. Два дня слушатели смогут наслаждаться звучанием баяна и аккордеона, вход свободный. А на сцене Приморской краевой филармонии пройдет концерт, посвященный французскому композитору Поль Мариан. Артисты исполнят золотые хиты оркестра, стоимость билетов от 400 до 800 рублей. Выставка религиозно-деревянной скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи открылась в музее Арсеньева. Эта экспозиция – часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей реализует в партнерстве с Боготворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант». В Хабаровском краевом музее проект будет доступен публике в августе-сентябре. С 19 по 21 мая во Владивостоке пройдет традиционная выставка яхты-катеров «Владивосток-бот-шоу». Мероприятие будет интересно всем, кто любит море, водные виды спорта или хочет провести майские выходные всей семьей на берегу залива. Ночь музеев в этом году уже в 12-й раз объединит Владивосток с европейскими столицами. Городские площадки Приморского музея имени Арсеньева примут участие в международной акции вместе с музеями Лондона, Парижа, Берлина и сотнями других городов Европы. Новые выставки, обновленные программы, интеллектуальные игры для детей и взрослых, а также старт сезона городских пешеходных экскурсий. Программа невероятно большая, с ней лучше ознакомиться на сайте музея. А Центр современного искусства «Заря» в четвертый раз примет участие в ночной акции. «Заря» предлагает горожанам сразу две выставки – советский дизайн и материализация, а также лекции, мастер-классы от дизайнеров и художников. Программу показов работ детской анимации, кино и даже танцевальное и вокальное отделение до полтретьего ночи. Вход свободный, но на мастер-классы количество мест ограничено. В том числе «Ночь музеев» пройдет и в Приморской картинной галерее. В акции участвуют три площадки. Главное здание на Олиутской – 12, выставочные залы на Партизанском проспекте – 12, здание будущего центра «Эрмитаж Владивосток» на улице Светландской – 38, дробь 40. Время работы с 8 вечера до 24.00. Военно-патриотический клуб и музей исторической техники на Садгороде впервые присоединяются к всероссийской акции. Некоторые экспонаты в честь «Ночи музеев» оживят специально для гостей. 21 мая во Владивостоке состоится ежегодный турнир по традиционному фехтованию, стрельбе из лука «Стальные зеркала». Время проведения с 10 утра до 19.00. Место – набережная кампуса ДВФУ. Для зрителей вход бесплатный. Еще всех желающих приглашают на выставку кошек. Стоимость входных билетов от 100 до 300 рублей. Кстати, в это же воскресенье во Владивостоке пройдет первый в России полумарафон с синхронным стартом забег на дистанции от 3 до 21 километра. Спортивное событие одновременно состоится в 10 регионах. Город, победивший в полумарафоне, завоюет почетный титул беговой столицы России. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok